Девушки отдыхают Мини-игры для ваших мобилок, а на десерт — клёвая адвенчура «Принц Персии. Пески времени». Не переключайтесь! Всемогущая Activision наконец-то сподобилась обратить свою ссор на набирающую популярность мобильные технологии и заключила договор с компанией GemDead Mobile, согласно которому последняя разработает и выпустит для Ява совместивых мобильных телефонов такие игры, как Tony Hawk Pro Skater 4, Matt Hoffman's Pro BMX, Sean Pawner's Pro Snowboarder, а вместе с ними практически всю спортивную линейку Activision. Дата выхода этих игр пока не обозначена, однако самые наблюдательные уже подметили, что Tony Hawk засветился практически на всех платформах, и включая разве что Ява совместимые холодильники. Для тех, кто ещё не навоевался во Вьетнаме, компания Illusion Softworks выпускает аддон к игре Vietcong, чешской Pterodon Studios. Спецподразделение First Alpha вновь отправляется в смертельные джунгли Южного Вьетнама. На протяжении 7 новых миссий вам предстоит пробираться через минные поля, разыскивать и уничтожать оружейные фабрики и артиллерийские позиции, оборонять собственную базу и спасать сбитых американских лётчиков. Естественно, добавятся новые виды техники и вооружения. В многопользовательском режиме можно будет сражаться в локальной сети и интернете, а любители сетевых баталий ожидают 8 новых карт. Отправиться воевать в джунгли можно будет уже в конце января. Если вы ещё не догадались, что это я держу в руках, поясню. Это диск с игрушкой Legacy of Kind Defiance. И прямо сейчас этот нехилый экшен может стать вашим. Как всегда, правильно отвечайте на мой вопрос, первым присылайте ответ на пейджер редакции и диск ваш. Всё просто. Ну а вопросик на этот раз ну просто проще не придумать. В каком году вышел приквел к этой игрушке? А мы тем временем продолжаем. Далее в программе тройка самых хитовых игр недели. Свершилось. То, что ещё несколько лет назад могло присниться только в чудесном сне, стало реальностью. С выходом последней части трилогии «Сломанный меч» Broken Sword – The Sleeping Dragon. Молитвы поклонников жанра приключений были услышаны, а шестилетнее хождение по мукам разработчиков из Revolution Studios наконец-то подошло к концу. Одна из самых лучших приключенческих игр 90-х годов прошлого века получила продолжение в веке нового, что позволило разработчикам не только добавить третье измерение, но и воспользоваться последними достижениями графических движков, современных видеокарт и процессоров. Такого вы ещё не видели, по крайней мере в жанре адвенчур. Добро пожаловать в новую эпоху приключенческих игр. Стильный, качественный и жутко играбельный. Встречайте, новая игра из серии Soul Raver. Похождение Розиэля и его вечно зелёного антипода Каина возымели очередное продолжение. Они снова с нами, эти эстетичные до мозга костей вампиры. Legacy of Kind Defiance. Готика опять пожаловала на экраны мониторов. От кровавых осадков станет страшно даже красной мантии национального Деда Мороза. Вы хотели настоящего зрелища? Получите сполна. Мертвичины на этот раз хватит на всех. Так что обиженным не уйдёт никто. Впрочем, как и живым. В любом случае, вам определённо будет на что посмотреть. Принц Персии. Пески времени. Великолепная игра. Настоящий хит и настоящий Принц Персии. Они те жалкие короли персиков, что были раньше. Сказочный визуальный ряд, увлекательнейший геймплей и старая добрая атмосфера приключений. Хилый звук, небольшие проблемы с камерой и управлением. Всё это мелочи, которые не дают игре стать абсолютно идеальной. Во всяком случае, игрушка представляет собой эталон качества на сегодняшний день. Однозначно. Полный восторг и море позитива прилагаются. Все игры, представленные в нашей программе, вы можете приобрести в отделах компании «Гигабайт», которые располагаются по адресам проспект Строители 16, КДМ Маркет, Красноармейский 64, торговый центр «Майский». Обязательно посетите и новые магазины компании по адресам «Ленина 63А» магазин «Арбат» и «Ленина 100» магазин «Заря». И помните, что праздничная лотерея «Гигабайт» всё ещё продолжается, а это значит, что у вас имеется реальный шанс выиграть диски. Движемся далее. Если ваша трубка давно уже превратилась в очередную игровую платформу, советую удвоить внимание. Потому что далее в программе мини-игры для мобилок. Да, это он, тот самый, непревзойдённый Тони Хок. Теперь на вашем мобильном телефоне. Игрушка Тони Хокс Андеграунд представляет собой горизонтальную двухмерку. Всё, что от вас требуется, это выполнить определённые миссии на время, попутно делая крутые скейтовые трюки. В рампах, на кикерах и на рейлах. Теперь сделать кикфлип или прокатиться по лестничным перилам супермаркета для вас не проблема, ведь вы самый крутой скейтер планеты, Тони Хок. Графика в игре очень и очень не дурна, а качество анимации приятно удивляет. Словом, если долгая сибирская зима действует на вас подавляюще, а ожидание открытия сезона терзает вашу скейтерскую душу, предлагаю скоротать оставшееся до весны время вместе с Тони. Итак, «Принц Персии. Пески времени». Возможно, молодое поколение геймеров не в курсе, но, несмотря на отсутствие в названии порядкового номера, это уже четвёртая инкарнация знаменитой игры. Первая «Детище Джортана Мехнера» стала хитом ещё на рубеже 90-х. И вот теперь очередная попытка оживить классический хит. Причём на этот раз пришедшая на PC с приставок. Вообще-то, с мехнеровской классикой эту игру связывает только название. Сюжет и герои совершенно другие. Причём, если в первых трёх играх правота героя, спасавшего принцессу от насильственного брака с нехорошим человеком, не вызывала сомнений, то в четвёртой моральный уровень принца, мягко говоря, сомнителен. Всё начинается с того, что он вместе со своим отцом путешествует по Индии, причём не просто так, а прихватив с собой армию. Ну и, вероятно, чтобы армии не было скучно, они нападают на дворец местного Махараджи с целью немного пограбить. Принцу удается захватить во дворце парочку трофеев, магический кинжал и песочные часы с песком времени. Однако неправедно добытое не идёт ему впрок. Он разбивает часы, и песок куда-то там утекает. Результат оказывается самым неожиданным. Жители его собственной страны превращаются в набитых песком зомби. Чтобы вернуть всё назад, принц должен починить развитые часы, собрав волшебный песок. Ну и, соответственно, на протяжении всей игры принц сражается с собственными подданными, превратившимися в монстров по его же вине. Вырубает их мечом с кемитаром, приканчивает магическим кинжалом и добывает высыпавшийся из них песок, который одновременно снабжает кинжал новыми возможностями. Среди этих возможностей — режим замедления времени, режим подсказки, позволяющий увидеть в виде краткого ролика, какая угроза ждёт вас за углом, и возможность отмотать время на 10 секунд назад. Последнее, само собой, особенно удобно, если вас только что убили. Потому что полноценно записаться в любой момент в игре нельзя. Как помнят ветераны, одним из наиболее подкупающих достоинств первого принца была потрясающе реалистичная по тем временам анимация всех движений. Нам и теперь обещают держать марку и не снижать планку. Принц может не только ходить, бегать и прыгать через препятствия, но также лазить по верёвкам и скалам, выделывать всевозможные пироиды в прыжке и даже бегать по слегка наклонным стенам, как в гонконгских боевиках. Причём всё это достаточно реалистично смотрится. Во многих местах вам придётся совершать целые серии всех этих акробатических прыжков в нужной последовательности, причём ещё и укладываться во время. Полигонов на одного персонажа, в общем-то, можно было бы и побольше, но в целом приемлемо. В основном игра проходится с видом от третьего лица, но в какие-то моменты желательно переключиться на вид от первого. Некоторые гейм-издания поспешили объявить эту игру лучшим экшеном 2003 года. Однако посмотрим, удастся ли четвёртому принцу загладить разочарование, оставшееся у многих от третьего, и стать достойным наследником первых двух. На этом, пожалуй, всё. Я с вами прощаюсь, но всего лишь на неделю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова